21 июня на пресс-конференции второй президент Армении, лидер блока Эстон Роберт Катерян заявил, что пока не принял решение, как поступить со своим депутатским мандатом. Я человек исполнительной власти и плохо представляю себя в законодательном органе. Решение надо принять хладнокровно, без эмоций. С 24 по 26 июня министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы посетят Армению, Азербайджан и Грузию. Об этом написал в твиттер министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебное заседание по фейковому уголовному делу, возбужденному в отношении 13 военнопленных из Ширака. Азербайджан обвиняет армянских военнопленных в терроризме, саботаже и других преступлениях. Как передают азербайджанские СМИ, заседание проходит под председательством Эльдара Исмаилова. Уточняются персональные данные армянских военнопленных. Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что РФ приветствует возвращение 15 армянских военнопленных. Я могу сказать, что этот вопрос постоянно находится в фокусе приоритетного внимания России, подчеркнул Копыркин. 22 июня начальник генерального штаба ВС Армении Артак Давтян в беседе с журналистами ответил на вопрос о размещении российских миротворцев в Гелар-Кунигской области. Процессы идут, ведутся переговоры, в них участвует и другая сторона. Когда будет окончательное решение, мы сообщим, заявил Давтян. На вопрос о возможных уступках в Гелар-Кунигской области Давтян подчеркнул, что никаких уступок не будет. И если вопрос о выводе ВС Азербайджана не будет решен путем переговоров, то будет урегулирован соответствующими действиями. Президент Армении Армен Саркисян направил Антонио Гутерешу поздравительное послание в связи с его переизбранием на пост генерального секретаря ООН. Влияние и значение ООН как представительной авторитетной международной организации, поддержание мира и стабильности во всем мире неоценимо. Армения придает особое значение прочным и конструктивным отношениям с ООН во имя мирного и процветающего будущего, говорится в поздравительном послании президента Армении. Исполняющий обязанности министра обороны ЭРА Багаршак Арутюнян в сопровождении представителей дипломатического корпуса России, Казахстана и Беларуси посетил Парк Победы, возложил венки к вечному огню, воздав данию уважения памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба Министерства обороны Армении. Военнослужащие корпуса Стражи Исламской революции разоблачили и обезвредили три группы террористов и контрреволюционеров на севере-западе Ирана. Как передает ТАСС, об этом заявил командующий сухопутными силами Ксир генерал Мухаммад Пакпур. Ксир генерал Мухаммад Пакпур.